Всех приветствую, с вами Седой Инвестор. По многочисленным просьбам сегодня будем разбирать такой актив как CAKE. Это нативный токен децентрализованной биржи PancakeSwap. Разберем технический анализ, немного затронем фундамент, а также пробежимся по новому IFO. Заваривайте чаек, присаживайтесь поудобнее, а я побежал за кофе. Итак, приступаем. По CoinMarketCap токен CAKE на 66 месте. Имеет единственный контракт BNB Smart Chain. Это означает, если вы будете покупать данный актив, то вы должны будете платить комиссию в BNB именно сети BEP2.0. Это важно, ребята. Если у вас будет BNB другой сети BEP2, вы оплатить комиссию, следовательно купить CAKE вы не сможете. Лично я для себя давно сделал вывод, что PancakeSwap является номер один среди DEX площадок. Все проекты, которые хотят залезть в криптовалютный рынок, изначально заходят на PancakeSwap, а только потом идут на крупные биржи. Но конечно же это все относительно. Существуют проекты, которые обошли все эти DEX площадки и сразу залетали на такие биржи типа Binance, Huobi, Gate. Ранее у них была неограниченная эмиссия, но совсем недавно они ее ограничили в размере 750 миллионов токенов и 19% уже в циркуляции. Для тех, кто не понимает, неограниченная эмиссия – это инфляционная модель. Идет постоянное допечатывание активов, так же, как это происходит, допустим, с долларом. А ограниченная эмиссия – это дефляционная модель. То есть здесь уже присутствует дефицит. Что касается техники, как по мне, здесь все прекрасно. Все вы прекрасно понимаете, что все альткоины очень сильно зависимы от биткоина. В случае падения биткоина хотя бы на 5%, некоторые альты могут упасть на 100%. И наоборот. И сейчас я хочу вам кое-что показать, чем отличается кейк от остальных альткоинов. Возьмем период 93 дня. Весь этот период биткоин в основном падает. Скопируем этот график и перенесем его на Pancake. Смотрите, что мы наблюдаем. Вот этот же период на PancakeSwap – 93 дня. И поставим его сверху. Давайте немножко растянем. Несмотря на то, что 93 дня биткоин падал, панкейк рос и растет по сей день. С чем это связано, давайте разбираться. На PancakeSwap идет постоянное сжигание токенов. Для этого зайдите в их телеграм-канал и прочекайте все новости. Каждую неделю они сжигают гигантское количество активов. Плюс довольно выгодный процент от их стейкинга. На данный момент 63% годовых. У меня три разных аккаунта на PancakeSwap. Для чего я это делаю? Очень просто объяснить. Дело в том, что у них очень часто появляется новый IPO. А это первоначальная продажа активов с целью привлечения крупных инвесторов. Грубо говоря, реклама. Либо акция. Называйте, как хотите. И, кстати, через 4 дня у нас опять произойдет новое IPO. Условия те же. Активируйте профиль. Закидывайте в основной стейкинг кейк. А также на кошельке у вас должны быть еще и мецокейк. Для того, чтобы вы получили локацию. У нас их, как всегда, две. Публичная и закрытая. Оставляйте комментарии. Обязательно об этом сделаю отдельный ролик. Это реальный способ поднять немного баблишка во время медвежьего рынка. Для того, чтобы увеличить свой начальный депозит. И в будущем перелить все это в биткоин. Вам, скорее всего, интересно, какие лично у меня цели по данному активу. Я уже ранее говорил, то что жду я как минимум возвращения к его all-time high. А это примерно 40 баксов. Но, скорее всего, я буду ждать выше отметок. Как говорил ранее, это 100 долларов за один токен. На самом деле, я по этому поводу вообще не парюсь. Я держу данные активы в стейкинге. Они мне приносят халявные деньги. Плюс постоянно участвую в айфио. Поэтому я вообще не вижу смысла избавляться от данного актива. Пока что панкейк является золотой жилой. Это лично мое мнение. Вы можете с ним не согласиться. Но здесь есть три основные пункта. Токен находится в полном днище. Сам рост данного токена неизбежен. Плюс процент за стейкинг. Вы блокируете кек и получаете 63% годовых. Это довольно мощный процент. Какие банки вам дадут такие проценты? И третье, это айфио. Грубо говоря, лотерея, где вы не теряете абсолютно ничего. И при этом вы можете неплохо поднять денег. Поэтому для меня это идеальный вариант, чтобы хранить свои средства именно в кейк. Но, ребят, не забывайте про диверсификацию. Панкейк свап это, конечно же, крутой проект. Но все помнят историю с Тайролуной. Скамануть может все что угодно. Если взломают панкейк, то их токен вполне может заскамиться. Поэтому не держите все средства в одной корзине. Никогда. Повторяю, делайте максимальную диверсификацию. Это же касается стейблкоинов. Про них, кстати, я рассказывал позапрошлом ролике. Кому интересно, переходите в подсказки и проявляйте какую-нибудь активность. Мне будет безумно приятно. В принципе, у меня на сегодня все. Все, что хотел до вас донести, все рассказал. Напоминаю, завтра будем пополнять наш виртуальный портфель, как всегда, на 100 баксов. И это будет уже 11-я покупка. Поэтому, если ты еще не подписан, обязательно подпишись и поставь колокольчик. У меня на сегодня все. Всем до завтра. Субтитры подогнал «Симон»!